Мы продолжаем консультацию по теме электричества и магнетизм для поступающих в магистратуру МФТИ. Сейчас мы рассмотрим задачу, тема которой поле электрического диполя. Это задача с Олимпиады магистратуры ФИСТЕХа 17-го года, с очного тура. Условия у нее следующие. Есть диполь с известным дипольным моментом П. И в его поле частица с зарядом Q массы М совершает равномерное круговое движение с некоторой частотой. Известен модуль расстояния от диполя до этой частицы. Требуется определить угловую частоту, с которой частица совершает это равномерное круговое движение. Давайте разбираться. Прежде всего, конечно, надо понять, по какой траектории движется частица. Слова равномерное круговое движение определяют не все. Сам-то круг не нарисован. Понятно, что равномерное круговое движение возможно только вокруг оси симметрии. Только при таком движении модуль сила, действующий на частицу, может быть постоянным. Поэтому сразу можно нарисовать траекторию. Вот я ее вот так нарисую. Вокруг оси, проходящей через диполь и направленной вдоль ее дипольного момента. Но не любая окружность вокруг этой оси годится под нашу задачу. Необходимо еще, чтобы сила, действующая на эту частицу, была направлена именно к оси. И не было составляющей силы вдоль оси. В данном случае я нарисовал ситуацию для отрицательного по модулю заряда КУ. Если мы нарисуем силовые линии электрического поля, диполя, понятно, что частица должна двигаться в той области, где касательная к этим силовым линиям перпендикулярна нашей оси симметрии. По касательной к силовым линиям направлено электрическое поле, направлена сила. Теперь направление силы у нас для отрицательного заряда здесь центростремительное. И можно подобрать угловую частоту так, чтобы частица двигалась точно по окружности. Теперь, если мы знаем модуль расстояния от частицы до диполя, нам надо записать условие того, что отсутствует составляющая силы вдоль оси симметрии. Из этого условия найти составляющую перпендикулярно оси симметрии. И потом, из условия того, что эта составляющая перпендикулярной оси должна обеспечивать центростремительное ускорение, найти угловую скорость. Вот схема решения нашей задачи, которую мы сейчас проведем в жизни. Прежде всего вспомним, как выглядит поле диполя. Мы предполагаем, что поступающие в магистратуру, естественно, должны это выражение знать или при необходимости уметь быстро вывезти. Поле диполя состоит из двух слагаемых. Одно из них направлено по радиус-вектору, а второе к линеарно-дипольному моменту и направлено против него. Я нарисую это отдельно. Вот у меня диполь. Этот угол, обозначивший из альфа, угол между радиус-вектором и осью симметрии. Здесь у меня частица. Это радиус-вектор. Получается, что есть два слагаемых. Одно направлено вот сюда по радиус-вектору. А второе против дипольного момента П. И сумма проекции первого слагаемого на вертикальную ось и второго должна оказаться равной нулю. Только в этом случае у нас не будет вертикальной составляющей электрического поля. Вот сейчас мы это условие и запишем. Значит, величину первого слагаемого мне нужно умножить на вот этот тоже угол альфа на косинус угла альфа. В общем, первое слагаемое само зависит от косинуса угла альфа, потому что здесь у меня скалярное произведение П на Р. Значит, что мы получаем? 3П на Р в кубе. Я уже сократил. Р в квадрате и Р в пятый. На косинус в квадрате альфа. минус П на Р в кубе равно нулю. Да, еще раз, проекция первого слагаемого на вертикальную ось минус проекция второго слагаемого на вертикальную ось. Это просто второе слагаемое. Я сокращаю на П на Р в кубе и получаю условие косинус в квадрате альфа равно 1 третий. Значит, мы с вами нашли угол альфа. Это арк косинус от единицы на квадратный корень из трех. Раз мы знаем угол альфа и по условию задачи нам задан модуль радиус вектора от диполя до частицы, мы знаем радиус окружности, назначим его за Р большое, по которой равномерно движется частица. Р на синус угла альфа. Если косинус в квадрате альфа равен 1 третий, то синус в квадрате, соответственно, две трети, мы получаем здесь R арк синус. Теперь, зная радиус окружности, мы можем записать условия того, что центростремительная сила омега в квадрате R должна обеспечиваться горизонтальной проекцией первого слагаемого, то есть произведением первого слагаемого на синус угла альфа. значит, это получается... значит, это получается... вот это R... мы получаем уравнение, где нам известно все, кроме омеги. омеги. Дальше остаются чисто арифметические выражения, проделав которые мы получим ответ для омеги. напишу условия для омеги в квадрате, то есть корень из 3 в квадрате, в квадрате, в квадрате, это ответ нашей задачи. в квадрате. Продолжение следует... Продолжение следует...